МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналистка Мария Лебедева была на Майдане 29 ноября 2013 года. К вечеру из нескольких тысяч митингующих осталось всего три сотни, преимущественно студенты. Там были и мои друзья. Я решила остаться с ними на ночь. Активисты зашли в кафе согреться. Открылись двери заведения, и кто-то закричал, бегите все, там кровь, там бьют. Потом позвонил друг, это был страшный звонок. Он тоже прокричал, что всех бьют, людей уничтожают. Много беркута все убегают. Наступление беркутовцев началось в 4 утра. Они шли шеренгами, жестко оттесняя людей. Силовики сбивали всех, кто попадался на пути дубинками, бросали на землю и давили ногами. Когда Мария вернулась на Майдан, интернет и мобильная связь уже не работали. Она стала снимать происходящее на телефон. В определенный момент эта шеренга приблизилась ко мне вплотную. Я не успела отступить. Один из беркутовцев начал меня бить по рукам и пытался повалить на землю. Я поняла, что если я упаду, то уже не встану. Поэтому я вцепилась в него. А он продолжал меня бить по рукам. В ту ночь пострадали 84 человека. Подозрения вручили 12 беркутовцам и 8 чиновникам. Многие дела до сих пор у следователей. Избивший Марию Руслан Марчук уже на скамье подсудимых. Остание заседания, вот сей справе. Последнее заседание по этому делу проходило еще летом. Сейчас ноябрь. И с такими огромными интервалами проходят слушания. Месяц, два и больше. 13-го года. Так, запишите, есть даты. Наказание для командира 4-й роты киевского беркута Олега Бойко добивается в суде Сергей Калоша. В ночь на 30 ноября ему разбили голову. Беркутовцы не признаются, что весь тут ужас сделали специально. Говорят, что действовали для самозащиты. Однако на видео четко видно. Я утверждаю это как очевидец тех событий. Это была не самозащита, а спланированная акция. Дела Майдана насчитывают без малого 5000 эпизодов. Это 89 производств, включая расстрел небесной сотни. По данным Генпрокуратуры, за зиму 2013-2014 годов пострадали 2500 протестующих. 104 погибли. В суд направлены обвинительные акты против 298 человек. Приговоры получили 57. Результаты есть и немаленькие. Фактически по каждому эпизоду событий, начиная с 30 ноября разгона студенческого Майдана до конца февраля, направлены обвинительные акты в суд. Однако есть беда с их рассмотрением. 20 ноября Генпрокуратура передала дела Майдана в Государственное бюро расследований. В нем создали отдельное подразделение. И уверяют, следствие не остановится. В ближайшее время мы начнем знакомить подозреваемых с материалами уголовного производства. Надеемся, что это случится в этом году. Мария Лебедева наказание виновных в разгоне Евромайдана называет делом жизни. Я это дело оставлять точно не буду. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты расследования дел Майдана появятся к ближайшей годовщине расстрелов Небесной Сотни, то есть к 20 февраля. Ольга Воленец, Захар Дмитерко, Любовь Задорожная, ЮАИ ТВ.